Они помнят и гордятся. Рассказы о своих прадедушках и прабабушках, которые ковали общую победу, представили нижегородские школьники. На главной улице города дети продемонстрировали свои работы на социально-патриотической выставке «Ветеран, живущий рядом» под девизом «Горжусь». Самое главное, что он был на войне. Это уже страшно, потому что на войне было миллион потерь, много кто умирал. Поэтому то, что он был на войне, это уже можно гордиться этим. Он был связистом. Я альтеррористом. Он дошел до Кюнисберга. На выставке представлено более 300 творческих работ школьников. Фотографии, архивные документы и рассказы о семейных героях из уст детей. Все это может увидеть и услышать любой прохожий на Большой Покровской. Читала их работы о своих дедах, прадедах. До слез эти работы. Для нашей молодежи это очень важно, чтобы они помнили, что их счастливое детство благодаря всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. За их счастье, за их мир вот сейчас. О людях, те, которые воевали, они отдали свою жизнь. И о них просто надо что-нибудь хотя бы узнать. Такие выставки важны для всех жителей нашей необъемной, необъятной страны. И не только. Потому что это память, которая должна передаваться из поколения в поколение. Социально-патриотическая выставка будет работать на центральной улице Нижнего Новгорода до Дня Победы. К слову, организаторы проекта надеются, что прохожие, пусть и на минуту, но будут останавливаться перед экспозицией. Ведь равнодушным к этой теме остаться невозможно. На тех же выставках, посвященных тому же событию, там будет в тысячу раз меньше посетителей. Поэтому это и оказалось, вот это и есть ответ на ваш вопрос. Если есть возможность показать творчество большому количеству людей, найди соответствующую форму. Поэтому посмотрите, выставка на прищепках. То есть она примитивна по своему исполнению, но она дорога содержанием. Кстати, любой желающий может написать имя своего родственника, участника Великой Отечественной войны, на специальной доске памяти. О наших героях должны знать как можно больше людей.